Доходы госслужащих могут расти или падать, только в соответствии с ростом или падением жизненного уровня всего населения. Такую принципиальную задачу поставил президент на совещании по проекту закона о государственной службе. Этот документ должен стать прочной основой для качественной работы белорусских руководителей, создать условия для принятия управленцами честных и справедливых решений. Эффективная кадровая политика определяет авторитет всей системы власти. Поэтому уровню подготовки специалистов госреестра всегда уделялось большое внимание. В комплексе навыков здесь ценится не только чистый профессионализм, но также и высокие моральные качества. Повышенные требования к служебной дисциплине госслужащих по аналогии с военной службой предлагают ввести и разработчики закона проекта. Над документом работали ученые и эксперты, которые преимущественно не заняты на государственной службе. Недопустимо создавать подобные документы под себя. Еще одно требование президента. Как и создание целостной системы, в которой справедливо будут сбалансированы права и обязанности чиновников. Высокий правовой статус госслужащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госоргана. При этом, поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что вот эти ковришки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть. Мы не должны показать нашему обществу, что мы разрабатываем этот серьезный законопроект под себя, для того, чтобы улучшить свое материальное положение. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизни на уровне нашего населения. Это ключевое. Одной из моих принципиальных позиций по данному законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину. Администрации президента было поручено создать рабочую группу с привлечением ученых и экспертов, перед которой стояла задача сделать государственную службу сродни, ну, скажем, воинской службе. Выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывать в новом законе, выстроена целостная система госслужбы. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих. Проект закона, представленный на рассмотрение, закрепляет целостную систему госслужбы, которая делится на три отдельных направления. Это государственная гражданская служба, военная служба и служба в военизированных организациях. Причем для всех предусмотрены повышенные дисциплинарные и этические требования. Приложением к этому проекту являются общие требования, этические требования, которые устанавливают требования для государственного служащего как в служебное время, так и вовнеслужебное. Кроме того, там прописывается, как в том числе и вести, с учетом сегодняшнего развития информационных технологий, как себя вести государственному служащему и в социальных сетях. То есть это те направления, о которых жестко ставил вопрос президент. Служебная дисциплина. Впервые появилось в этом проекте такое нормативное предписание, что такое служебная дисциплина. И это сродни требованиям в воинских уставах, которые у нас сегодня есть. Президент сделал акцент еще на нескольких принципиальных моментах, насколько актуален новый документ, с помощью чего будет повышаться престиж госслужбы. Отдельно в законе содержится комплекс мер по противодействию коррупции. Это направление традиционно под жестким контролем со стороны главы государства.